Преступный беспредел в столице не прекращается. Минувшая ночь вновь беспокойной. Агрессивная молодежь сжет покрышки, возводит баррикады. Милиция сдержала активных участников таких немирных, а уже практически боевых акций. Только что преследовал мнимые цели. Веду своего возраста. Надеюсь, что люди будут думать и не будут слушаться призывов о свержении власти. Раскаиваюсь. Ранее выходил на акции? Да, выходил. Когда? А был в августе на независимости. Вот этот мужчина во время протеста хотел сломать видеокамеру на входе в Центр изоляции правонарушителей на Крестино. По рассказу самого мужчины, стремился попасть внутрь. Меня спровоцировали, попросили и подсадили сбить камеру. Я два раза ударил по камере, она не упала. Крепление оказалось крепким. Вроде не повредил. Советуете поступать подобным образом к другим людям? Как вы себя вели в тот день? Ну как? Ну как все вели, так и я. Советуете, говори, сейчас? Нет. Почему? Ну потому что такого нельзя делать. А далее кадры, которые сняты этой ночью на столичном проспекте Рокоссовского. На них четко видно, как банда малолетних уже устала гулять. Молодчики решили перейти к действиям. Выскакивают на дорогу, переграждая путь личному и общественному транспорту. Судя по реакции горожан, весь этот беспредел, который творится сейчас на улицах, уже порядком надоел. И это понятно. После рабочего дня люди спешат домой, а кто-то еще по делам. А тут кто-то бросается под колеса. В итоге без стрессов и перебранок не обходится, а эта ситуация и вовсе переросла в драку. Беспредельщики в ход пустили кулаки, причем на честный бой это мало похоже. Целая банда против двоих мужчин. Возвращался домой с братом. Подвозил его домой на перекрестке Рокоссовского-Пеханова. Группа молодых людей перегородила дорогу. Зеленый сигнал светофора. Вышли с машины, попросили отойти и разблокировать движение. След была нецензурная брань. После этого под колесо попал какой-то предмет. Мы вышли разобраться. После словесной перепалки завязалась драка. После потасовки выскнули газовым баллончиком в лицо. Там уже поразбегались все, сели в машину и поехали по своим делам. Среди радикально настроенных демонстрантов много людей с криминальным прошлым. Эта женщина – одна из тех, кто мешал движению. Известно, что ранее Ольгу Клосковскую из Беларуси суд Швеции приговорил к 8 годам тюрьмы. Ее признали виновной в покушении на убийство бывшего мужа шведа. Сообщалось, что женщина набросилась на него с ножом, пока тот спал. В 2013 году власти страны депортировали ее без права обжалования. Теперь криминальные славы она ищет на родине. Правда, пиариться особо не любит. На вопросы оперативников отвечать отказалась. Люди едут с работы, кто-то спешит. Вы выходите, блокируете движение. Думаю только о себе, что вам захотелось выйти на дорогу. В МВД сообщает, во время протестов беларусы стали чаще пользоваться тревожными кнопками для вызова милиции. Часто срабатывают охранные сигнализации на социальных объектах. Причина – разбитые стекла, поврежденные двери, толпы подозрительных личностей. Милиция заявляет, борьба с беспределом будет жесткой. Раз уж кому-то захотелось вернуть страну в лихие 90-е, задача силовиков – защищать граждан. А с жалобами и просьбами защитить от бандитов в последнее время люди звонят в милицию регулярно. Милиция Новская. Я не знаю, там подростков, я не знаю, сколько им там, до 18-ти, может там после 18-ти, очень молодых. Я не знаю, может быть, их надо было бы пристроить уже куда-нибудь там. Милиция Демина, здравствуйте, чем помочь вам? Алло, здравствуйте. Я вышла сейчас на балкон, у нас сделали перетяжку между 27-м домом и 25-м. И повесили БЧБ-флаг. Вы знаете, мы так устали от этой оппозиционной нечисти, нам уже в подъезде надоело. Милиция Павловская, чем помочь вам? Девушка, скажите, пожалуйста, я, конечно, просто звонить, спросить. Мне так надоели эти опротестуны, извините, я пешком иду, хрен знает откуда, я не могу заехать, я не могу приехать, понимаете, потому что у меня невестка в инвалидной коляске, мне ее нужно покормить. В центр города, с дачи вообще еду, понимаете, в центр города. И каждое воскресенье вот такое, ну неужели нельзя что-то решить с ним, неужели нельзя всех их забрать, вывезти за город, я не знаю, там, для бешеных штраф дать. Ну честное слово, мы уже, мы все нету никаких, у меня уже нету просто слов никаких. Здравствуйте, девушка, когда этот самый, вы уберете этих всех с белыми и сими красными флагами фашистскими, стоит на перекрестке Байкальской и Ангарской, и опять эти сигналы дурацкие. Водок, ошиба чем помочь. Да, девушка, тут на Лагузьком тракте пересечения гомарников стоят, долбаясь с белокрасными флагами, и дорогу перекрыли. Сколько там человек? Человек, человек 20 стоит, мудаков. Девушка, я живу Рокоссовского, тут напротив собралась в ход на этих придурков, чебешников, и ездят машины, гудят, эта ночь будет бессонная. А, добрый вечер. Вы знаете, что здесь, вот второй перегуб Багратиона, около Рублевского магазина, собралась кодла придурков пьяных, наверное, человек 40, и что они тут вытворяют? Орут эти вопли, живи Беларусь, достали они уже тут, может кого-то пришли. Возле магазина Рублевского или Санте? Да, да, около Рублевского самого, дебилы эти. Милиция Хелиманчик, чем помочь? Добрый день, а в лошадце вот митингуют, а вот можете... Какой адрес в лошадце? Гиппо. Гиппо? Около Гиппо? Да, да, сколько можно на этих плонов смотреть? Я только полтора месяца смотрю на их, мне это уже надоедает. Громят, разрушают и жгут. В Жодино задержанные местные жители, которые на ночь глядя, решили устроить фаер-шоу. Трое на дороге жгли покрышки, огонь пришлось тушить сотрудникам МЧС. Для чего это сделали? Повторять еще будете? Нет. В садене нам скаиваешься? Зачем это сделали? Непонятно. В дальнейшем будет повторять? Нет. В садене нам раскаивайтесь? Раскаиваю. В дальнейшем будет такое повторять? Нет, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКА За все эти демонстрации насилия можно упустить другие, значительно более важные процессы. Радикализация улицы совпала с реальным движением представителей гражданского диалога по модернизации политической и экономической системы страны. Это также один из трендов нынешней осени, а поправки в Конституции – это лишь один из элементов большой работы. Вот одно из мнений о том, что содержание должно быть важнее формы. Я считаю, что необходимо к этому процессу привлекать не только представителей оппозиционных партий или так называемую традиционную оппозицию или нетрадиционную оппозицию, но необходимо вовлекать более широкие слои общества, поскольку общественный запрос на перемены и общественные протесты продемонстрировали то, что на сегодняшний день достаточно широкие слои, по-разному геополитически ориентированные. Это не только проевропейские, это и пророссийские силы. Это не только люди, которые придерживаются ценности либеральной демократии, но и социал-демократы и так далее и тому подобное. Поэтому нужно больше вовлекать организации гражданского общества, необходимо больше говорить с представителями трудовых коллективов, и это должен быть максимально широкий диалог для того, чтобы белорусское общество действительно увидело какие-то перемены. И при этом оно должно очень хорошо информационно сопровождаться. Об организации, сути и содержании общегражданского диалога пойдет речь в ток-шоу «Объективно» в эфире, как обычно, в 7 вечера. Теплые слова и искренние пожелания сегодня звучат в адрес самых близких и родных. День матери отмечает Беларусь. Своем поздравлении всем мамам страны Александр Лукашенко отметил. Дарить жизнь – это великое счастье, а быть мамой – подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью. Искренняя любовь к детям объединяет женщин, которые собрались сегодня в знаковом месте – в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Здесь на торжественном приеме наградили мам, которые воспитывают пятерых и более ребят, а у некоторых даже восемь детей. У них нет ни выходных, ни праздников, говорят мамы, но именно эта полная самодача делает их счастливыми. Смея у нас большая и дружная, о чем всегда я мечтала. Детки очень замечательные, несмотря на то, что они все между собой похожи друг на дружку. Все они разные, у всех свой характер. Не могу описать тех эмоций, какие испытываю, что государство уделило внимание нам, матерам. Освящает много мероприятий разных. Ощущаем помощь какую-то. Идет помощь детям в школе. Какое-то, где-то что-то, мы можем воспользоваться каким-то правом. В этот день многодетным мамам особые слова признательности от президента. Благодаря им продолжается наша история, и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах, отметил Александр Лукашенко. По данным Минтруда, за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось практически вдвое. Сейчас их в стране более 110 тысяч. Изменили подходы по адресной социальной помощи для многодетных семей. В чем оно заключается? Те семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже бюджета прожиточного минимума, это 256 рублей, на человека, имеют право претендовать на ежемесячное денежное пособие в качестве поддержки, денежной поддержки, материальной поддержки семьи. И с 1 сентября пособие выплачиваться будет не 6 месяцев, а год. И при этом увеличили критерии не 256 рублей на сегодняшний день, а 294 рубля. Может быть с 2022 года, в зависимости, конечно, от возможности бюджета, это деньги местного бюджета, дополнительно расширять эти рамки по адресной социальной помощи для семей, воспитывающих двоих деток. День матери приурочен к большому православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы. По данным последней переписи населения, в Беларуси больше половины жителей женщин, из них в прошлом году впервые стали мамами почти 34 тысячи. Поздравлением с самого утра присоединились сотрудники Гомельской госавтоинспекции. В центре города женщин-водителей ждал сюрприз. Инспекторы останавливали представительниц прекрасного пола, а вместо проверки документов угощали их горячим кофе и дарили цветы. Очень неожиданно, и я очень растерялась, но очень приятно. Мне сразу в голове пронеслось, где я чего, где я как засветилась, что я сделала не так, почему меня останавливают. Ну а потом, когда увидела улыбающиеся лица, конечно, это очень приятно, я очень благодарна. Подняли настроение на весь день. Кроме цветов, сувениров каких-то, приятных слов, мы, конечно же, напоминаем им о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и своих близких. Инспекторы заранее договорились, мам в их праздник не наказывать. Представительницы прекрасной половины, кстати, почти не совершают ошибок на дороге, а виновниками аварий по статистике становится лишь в 5% случаев. На финансовом рынке страны пока без существенных перемен. В Нацбанке сегодня сообщили, ставка рефинансирования сохраняется на прежнем уровне 7,75% годовых. В последние месяцы на фоне удорожания импорта ускорилась инфляция. Она несколько выше, чем ожидалось. Поэтому сейчас задача вернуть инфляцию к намеченной траектории в районе 5%. Вопросы международной и региональной безопасности обсудили сегодня в Минске министр обороны и генеральный секретарь ОДКБ. Кроме того, стороны рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества вооруженных сил Беларуси в формате договора коллективной безопасности. Станислав Зайс в Беларуси с рабочим визитом. Генсек ОДКБ намерен посетить финальный этап учения с миротворческими силами «Нерушимое братство». Кадры из Польши. Там взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. Вызвав землетрясение, к счастью, в Минске мы его не ощутили. Британский сейсмический боеприпас обнаружили на дне судоходного канала на Балтике. При разминировании что-то пошло не по плану. Бомба детонировала. Польские военные сообщают, никто не пострадал. Водолазов в опасной зоне не было. Разминирование проводили дистанционно. Жители окрестностей эвакуировали заранее. Не ходить опасно. Утечку соляной кислоты ликвидировали в Слудском районе. Авария случилась недалеко от железнодорожной станции. Вещество вытекало из цистерны. Состав оперативно отбуксировали на полкилометра. Там устраняли течь, а на месте ликвидировали пятно. Никто не пострадал. Правда, некоторым поездам пришлось задержаться. Срок самоизоляции из-за коронавируса с этого дня в Беларуси сокращен с двух недель до 10 дней. Гражданам, которые временно находятся дома, разрешено посещать медучреждения только в случае крайней необходимости для получения экстренной помощи. Также расширен список тех, на кого не распространяется самоизоляция по прибытию из так называемых ковидных стран. Это официальные делегации, те, кто едет через Беларусь транзитом и покинут страну в течение суток, прибывшие из командировок специалисты, которые перевозят стволовые клетки и органы для трансплантации. Нынешняя осень настолько теплая, что мы то и дело сообщаем о температурных рекордах. Новые побиты накануне в Могилеве было больше 20. Рекорд 79-го года побит в Витебске. Там воздух прогрелся до 19,5 градусов. Температурные максимумы обновлены также в Орше, Березино, Горках, Кличеве и других городах.